Наш шаман сплотит джунгли и никому не даст их в обиду. В принципе, есть губернатор и есть неплохой гарнизон, но, я думаю, дополнительные силы на границе с мханьцами нам пригодятся. Поэтому дом бойцов строим. Пусть этот дом бойцов потихонечку строится, возводится. Может быть, даже учитывая доход, нам будет... Можно нанять отрядик. Ну, сейчас посмотрим, как они здесь силы распределили. Ну, может быть, еще нанять легендарных лордов и еще один стек. Чего они, кстати, стоят там? Ну, 4000, блин, только возврат. Здесь 3400 возврат. Ну, конечно же, мэнхо и госпожу джу юн нужно возвращать, если уж брать кого, да? Кого-кого, так только их возвращать сейчас. Досы еще тоже, как вариант, на самом деле. Хороший такой легендарный лорд. И, может быть, у нас будет полная такая легендарная компашка. Второй стек. Но посмотрим. Ладно, на этом ходу еще в любом случае денег нет. На следующий, я думаю, нам хватит и его, и ее призвать. Ну, может быть, только его призовем пока. Пусть восстанавливает силы. Острой необходимости нет. Острая необходимость. Я надеюсь, если возникнет... Мы успеем. Хотя, когда возникает все неожиданно. Вот где-где, а в Трое Царствие ты быстро собрать стек-то не успеешь. Любял показывает. Так, все. Че он там ему показывает? Это их личные дела. Там, понятно, он приказывает. Ну, это сам факт. Идем. Давай, наверное. Ты не дотягиваешься до города. Но можно оставить немножко очков передвижения и спрятаться в засаду. Типа нас здесь нет. Как мышки. Как там Бурбон говорил, да? Как метро. Люблю вспоминать его фразу. Ну, просто вспоминать, что он что-то говорил на эту тему. Да, строить сейчас ничего не можем, ничего нет. На всякий случай смотрим, что у нас есть по дипломатии. Пакт о ненападении. Право. Вассал. Вассал. Содействие. Поддержать. Независимость. Ну, в общем, все просто и понятно. Мы ничего больше не можем подписать. Ну и ладно. Ну и ладно. Можем. А ну-ка. С ними у нас хорошие прям отношения такие прям. Вай, 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 вай. Есть утюг, есть племена. Есть еще желтый пайский. Прикольный. Пустая трата времени. Знамя им сделали сейчас. Прикольное. Просто очень прикольное. Так. С вами можно обменяться. Можно объявить войну. Но уже можно обмениваться. Уже с ними можно обмениваться. Шамока. У нас с тобой неплохие отношения. Вассалом ты не хочешь становиться? В коалицию Ян Фэн. Вообще такой дружелюбный. Вообще всех готов принять. Всех. Так, по предметам. У тебя ничего такого интересного. Нужно дружить, конечно, с тобой. Но... Пока тратится не на это, я не буду. Ну, давайте наймем сейчас здесь. Пока мы сюда подберем. Если что, подкрепление. Отправим. Ну, здесь не крупный город. Ну, посмотрим. Ладно, давай. Давай, наймем. Мэн Хо. Тебя. Моя цель. Объединить эти долины. Ага. Твоя цель. Твоя цель. Объединить. И покорить. Так, будем госпожу сразу призывать? Нет. У нас денег на госпожу не хватает. Ну и ладно тогда. Тогда один он остается. В принципе, одного его будет достаточно. Пусть он восстановит стейки. Госпожа, если что, потом подъедет. Позвони меня на подъедет. Сдаем ход. По большому счету тут уже больше. Раз денег на строительство тратить не нужно. Здесь вот царство У может оправить. Но удобно, что мы видим всю реку. За счет торговли мы сейчас контролируем побережье. Мы видим, кто к нам, если что, хочет по реке прийти. Вассал просит помощи защититься от утюга. Да ты офигел? Мы с ним торгуем. Блин. В случае отказа эта фракция перестанет быть нашим вассалом. Если мы откажем... А ну-ка отказать. У нас сейчас доверие хороший. Уровень. Будет недоверие. Нет, блин. Ну ладно. Они полностью оправдывают свое название. Блин. Придется против утюга еще воевать. Тогда, судя по всему, на том фланге точно госпожа нужна. Здесь однозначно нужна госпожа. С утюгом мы еще же торговали. И неплохие деньги получали за это. Людай объявляет войну. Становится вассалом Дун Джо. Бай Шан Фан. Ши Сё. Ван Лан. Кунжун. Желтые повязки. Утюг. Ну тут утюг им объявил войну. Нафига только непонятно. Он же видел, что я его хозяин. Вот этот момент... Ну, неправильно же разработчиками. Искусственный интеллект как будто игнорирует специально это. Понятно, что он специально это игнорирует. Успешное расширение вашей инфраструктуры потребует колоссальных усилий от множества мастеровых. Но для нашего дальнейшего процветания без этого не обойтись. Ремонтная мастерская. Кстати, я прокачивал ремонтную мастерскую. У меня она где-то была. Она у меня где-то была мастерская. Вот, ремонтная мастерская. Но ее мне не засчитают, судя по всему. Иначе бы уже объявили о том, что... Задание... Хотя сейчас захватим город. А после такого ключевого момента бывает... Ну, что учитывают... По миссии сейчас проверим. Здесь никого нет. Мы захватываем город. Давай, ночное нападение. Просто передаем полномочия. Быстренько оформляем эту победу. Забираем городишко. Какой-то бесполезный топорик. Вместо наше. Теперь и вместе наше. Давайте ему улучшим еще слэк. Хотя... Госпожа нужна будет сейчас на этом фланге. Так, ладно. Сейчас попробуем. Если что, можно будет отменить. Здесь, допустим, подтянуть тигров. Они не такие дорогие. А здесь... А, здесь я хотел слонов. С барабанами. Вот. Берем слонов с барабанами. Я бы еще улучшил пехоту. Например, вот эту элиту подтянул. Тоже не особо дорогая пехота. А ну-ка, если я сейчас тебе... Найму госпожу. 3-4, тогда мне хватит. На строительство денег не хватит. На строительство есть. Где везти. Но ничего такого срочного пока что. Пока что ничего такого... Кардинально срочного. Что касается поручений. У нас все только готовы шпионством заниматься. Остальные поручения здесь открываются лишь за счет реформ. А то, что у нас могут за счет личных каких-то качеств делать персонажа, мы уже делаем. Так, снуки. Давай. Тебе дадим вместо этих бомжей. Ребят посерьезней. А тебе призовем госпожи. Вы в любом случае, хоть и в разводе, но должны будете воевать вместе. Нельзя предаваться праздности. Все, нанимайте. Восполняйте потери. И у нас договор. А ну-ка, можно ли заключить торговое соглашение? Да. Желтые повязки даже хотят с нами заключить торговое соглашение. Ну, давай. Давай. Пусть я это делаю. Вы даже что-то хотите нам дать. Хотя у тебя шмоток нет. Я смотрю вообще... Ну, потребовать регулярные нет. Ну, ладно. Давайте хотя бы символическую какую-то денюжку они нам предложат. И за это спасибо. Вот и все. Как пожелаешь. С ними особо никто торговать не хочет. А мы как бы дикие, необузданные. Нам все равно. Это не наша война. Вот это вот желтые повязки там. Голубые клинки. Все это. Все это. Все вон пусть у ханьцев остается. Так. Госпожа. Мы тебя наняли. Второй стек готов. Пока вот здесь эти ханьцы молчат. Второй стек, я думаю, поможет нам в этой войне против утюга. Но все-таки два племени теперь здесь. Либо... А может придется и перетягивать. Защищать эту границу. Ну посмотрим по факту. Так. Дянь, дянь, дянь. Ты у нас правитель пещеры. Стоимость строительства уменьшаем. Ты просто придворный. Но выполняешь поручение. Ну давай, ладно, авторитет. Тебя качнем. Сделаем тебя легендарным по-своему. По-своему легендарным. Дальше. Следующую ветку покаяний возведу эти. Мастерские нам не дадут. Раскачать. Ну можем торговое влияние, например. Все-таки доход от крестьянства у меня сейчас небольшой. Так. Очень небольшой. Коммерция, население. Это вот в основном с наших земель, что идет. Давайте торговлю. Вот этот показатель. Пока исследуем. Есть контакт. И сдаем ход. Сдаем. Смотрим, наблюдаем. Утюг. Ну блин, с утюгом воевать, это конечно сейчас как-то некрасиво. Какая-то шушера. Ага. Ай, вот шушера. И все к нам идут, а, смотрите. Неприятель обложил ваше поселение. Враги рассчитывают ослабить гарнизон перед решающим штурмом. Вам стоит отправить армию и помочь защитникам города снять осаду. Иначе их просто замарят голодом. Блин, а получается... Сейчас я их могу потерять. Ну, с другой стороны, они покоцаны. Наши герои непокоцаны. Могут их вызвать на дуэль. Четвертый левел. Должны будут превосходить. Плюс гармония, как-никак. Плюс оружие хорошее у них сейчас. Должны. Не, обороняемся однозначно. Ну-ка, просмотр карты. Что здесь? Главное, случайно капитулировать, не нажать. Погнали. Вроде бы город улучшался, но планировка не изменяется здесь. Вроде бы осталась такая же. Хотя, вот эти вот улиточки особо не помню. Сейчас посмотрим, как выставлять наши войска. У нас очень покоцаны они. Большая надежда на героев. Тут дождь. Дождь, слякоть, джунгли, слоники. Ну, тропические дождики, че. Вполне все нормально. Ну, слоны. Вот во многом будем сейчас надеяться на них. Плюс их способности, которые усталость уменьшают урон от обстрела, либо в ближнем бою. И боевой дух, и уклонение тоже. В принципе, на флангах может пригодиться. Держим оборону, прачников. Слонами можно попытаться прачников, конечно, выщемить. Давай уходим все сюда. Можем эту подпустить, а этого разбить быстро. Быстро разбить его, а потом переключиться на этот фланг. Здесь, допустим, поставить баррикаду. Кстати, баррикад у нас тьма. Можно ставить везде, где хочешь. Где хочешь, там баррикаду возводишь. Давай сюда еще баррикаду поставим. Давай сюда еще баррикаду. Здесь... Можно прачников, конечно, поставить. Давай. Вот здесь тоже баррикаду. То есть им бежать исключительно, если что, вот сюда. Ломать баррикаду. А в этот момент... Хотя, подожди. Не тем бежать, вот этим бежать. Эта баррикада-то не сильно мне нужна, по факту. Ну тут все баррикады можно задействовать. То есть просто абсолютно все, что есть, я могу... Не, одна, одна. Одна останется не задействовать. Вот сюда. Отлично. Можем великих воинов выставить, конечно, продержаться, попытаться здесь. По скорости вы как... Как-как-как... Бегаете. 46-41. Тигры, кстати, медленнее бегают, пехоты. У всех одинаковая примерно скорость передвижения. Эти чуть-чуть медленнее слоники, ну... Считаются пошустрее. Но пехота передвигается одинаково. Вне зависимости от того, что посерьезнее она или послабее. Ну давай, дружище. Приготовиться. Выставим здесь. Эту братью будем принимать под данными вышками. Вот здесь где-то. Хоть там прачники нас начнут расстреливать, но мы их потом с тыла ударим и разобьем. Так. Войны юга. О, метатели топоров. Кстати говоря. Метатели топоров. Сейчас будет любопытно посмотреть на них. Посмотрим, смогут ли они метать топоры из-за головы своих товарищей. Слоники, слоники, слоники. Вот здесь есть вариант для маневра. Вам все равно лучше идти в маневр сейчас. Тигры останутся вот здесь. Ребят, наверное, более полноценных, пусть и более слабых, поставим сюда. Вся дружина нашей госпожи. Пока, чтоб не слилось, останется здесь. Прощники. Чуть сильнее надо бы растянуть вас. Либо вас выдвинуть еще. Вот, отлично. Хотя бы мост. Мост они полностью видят. По мосту будут стрелять. Да, отлично. Только не убегать. Только ни в коем случае не убегать. У вас этого и нет, у метателей топоров. Вас двоих оставляем здесь. Вы прикрываете фланг. Копейщики. И двоих еще оставляем на площади. Могут обходить. Где-то там пригодятся. Там эти воины. Копейщиков давайте тоже сюда поставим. Вместе с метателем. Все. Как-то меня напрягло, что искусственный интеллект не поверил в нашу победу. Неужели нужно быть очень осторожным? Вышки. А вышкам нельзя отдавать приказ. Блин, ну вот это косяк. Раньше было удобно. Но теперь, кстати, если в гарнизоне, получается, нет у тебя полководцев, то это полный косяк. Это, это, это все. Твоя броня тебя не спасет. Давай сюда. Это очень некрасиво. Я хочу сейчас ножичек посмотреть, как она будет метать. Оп. И как он... Выглядит. Огненная стрела. По факту, кинжал это огненная стрела. Которая бьет больно, но... Все же. Так, делаем маневр. О, полководец слился уже. Так, госпожа, разворачивайся. Прачники его сразу же задрожали. Слоны сюда. Сейчас мы будем смотреть, как топоры летят, не летят. Топорики летят и летят или не летят. Не, из-за головы он не может их метать. Отряд. У них стоит режим стрельба по готовности. То есть, как только захотите, как только сможете стрелять. Так. Слоников не давай расстреливать. Такие нафиг прачники. У нас и так одного слоника убили, ну ты понимаешь, что за халтуру ты сделал. Смотрите, неприятель показал спину. Мимо. Да, когда он бежит не по прямой, она не попадает. Метает. Ножички слабенько. Не, ну здесь на самом деле, по факту, это вообще все легкотни отказывается. Вообще, на голову их разбивают. Наши. То, что вышки не могут. А топоры-то они метнули все-таки разочек. Давайте сейчас вас перебросим. Я хочу посмотреть, как это все-таки происходит. Процесс метания. Топоров. Сразись со мной, если осмелишься. Жалкое зрелище. Готовьтесь. Ты будешь бежать сразу же. Давай сюда. Смотрите, неприятель показал спину. Ай, отлично. Она вообще в легкую всех разносит. Так, топоры. Подходите. Мне все так же интересно, как вы это делаете. Оп, в коня. Если б ты метал в коня, это был бы номер. Давай. Топор. Кидай. И. Цельс. Наши люди бегут. Кто бежит? Зачем бежишь? Бегом все сюда. Гарнизонные войска. Бегом сюда. Нанджинские великие воины. Здесь мы с ними в легкую. Ладно, слоники, возвращайтесь. Я все жду, когда они метнут топоры, а они демонстративно этого не делают. Так, ладно, а ну-ка разберись с мерзавцем пока. Вот. Где-то топорик полетел. Ну-о-о. О, вот они, они топоры. Есть контакт. Вот так вот топоры выглядят, которые они метают. Я помню, метательные топоры были у франков в Первом Риме, в варварском нашествии. Все, спускаем тигрят. Это было сурово. Ох. Насколько же это было сурово. И больно. Так, тигры. Тигры тут не подтянулись. Нападай вот сюда. Не, они вообще на самом деле в легкую. Словно тут никого и не было. Осталось только догнать, поубивать и все. Победа все ближе. И идите в бой. Прям, прям вот все в бой. Ладно. Тебя хоть чуть заведем сбоку. Но там все-таки как-то плотнее топоры летели. И тоже там не метатели топоров были, а пеший отряд просто вместо пилумов, который использовал топоры. У франков точно были такие ребята. Мне франки нравились... Насколько помню, это франки как раз. В варварском нашествии. Тем, что ты можешь определять религию у них. Христианство принять или варварство оставить. По-моему, вот именно. Или даже вид христианства еще у них у франков было. И в зависимости от того, что ты выберешь, какую официальную религию, там отряды некоторые появлялись, исчезались. То есть те же отряды поддержки, как в оригинальном Первом Риме. Были у варваров друиды. Они стояли, могли петь песню. В варварском нашествии там у тех же римлян. Или вот как раз у франков была возможность монахов подтянуть. Они тоже стояли во втором ряду, там песни пели. Но если друиды были бешеными еще в ближнем бою, то монахи, конечно, если до ближнего боя добирались, быстренько убегали. Вот. Просто для Первого Рима тогда это смотрелось очень-очень круто. Я бы сказал, что даже неимоверно. Так, шмоточку забрали. Основное жалование, друзья. Ай-дюй-дюй-дюй-дюй. А кто это такой? Ай-дюй-дюй. Это наш? Не наш, я не помню уже. Каменную свинью можно казнить, забрать в него. Давайте казним. Чтоб уменьшить стэк и дальше его добить быстрее. У него грация есть. Пониженный штраф. Содержание дружины, кстати, скромность уменьшает. Персонаж так-то неплохой. Считай это проявлением милосердия. Но нам особо они сейчас не нужны. Тебе нужен я. Мы почтем за честь вступить в союз с тобой. О, я-то не против принятия утюга. Если желаешь. Вы-то понимаете, что сам утюг не хочешь. Я думал, уже потерял эту парочку. Сейчас, думаю, их еще казнят. Сейчас их переманят. Ох, начнется. Жесть. Ну нет, они-то молодцы. Верная рука. Враг бежит. И тут один из побежденных воинов противника внезапно разворачивается. И со смелостью, порожденной отчаянием, замахивается на госпожу Джи Юн копьем. Смерть кажется неизбежной. Но в последний миг его удар обрывается метким броском кинжала. Скричав от боли, воин падает с коня. Извлекая кинжал из тела противника, Джи Юн разнышляет, какой выкуп можно потребовать за свободу этого смельчака. Она еще опыт и деньги нам приносит. А за это ей спасибо. Вот. За это ей прям огромное спасибо. Повышение ранга. Мясники теперь они. Каменная свинья. Ну и все. Такс, 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 такс. Чутье тебе прокачать дальше. Урон в ближнем бою, давай. Качаем тебе дальше. Мясник. Я отвечаю на ваш зов. Ты как наследник обалденный был бы. Кандидат. Авторитет тебе еще вкачать побольше и... Цены бы тебя не было. Давайте великого воина из него девать. Потихоньку. Гражданскую войну он не начнет. В этом плане все хорошо у нас. В этом плане... Все у нас замечательно. Тебе тоже. Великий вождь. Великий-великий вождь. Доход небольшой особо сейчас уже. Мир племена Дзяньяна. А насколько вы хотите этот мир провести переговоры? Переговоры. Если... Ну, можно предложить автономию и они в целом соглашаются. Но нам через их земли на утюга идти. То есть у них вот поселение и вот. Дальше это территорию утюга, я так понимаю. Так. Ну, я не хочу. Я не хочу. В принципе, мы через твои земли пройдем. Вот так вот, если как вассал один нас уже втягивает. Он и так... Ахуинань. Так что... Еще один Дзяньян. Я несу все тяготы. Это, конечно, не приговор. Так, ну... А ну-ка, сейчас этот город тогда попробуем взять. Вы сможете напасть, а потом вернуться на свои территории и восстановить потери? Давайте проверим. Или отпустить их? Давайте отпустим. Пофигу на них. Мы отпустим. Мы останемся пока на своей земле. В засаде. Мы останемся здесь в засаде. Здесь побежим. К этому поселению. Чик-чик-чик-чик-чик. И все. Фулин. Фулин, фулин, фулин. Фулин, звонки, звонки. Можно еды начать производить по большим. Но в целом она сейчас не так-то нам требуется. Но это дело такое. Либо город начать улучшать. Мы подкрадываемся уже к пределам. Да, вот здесь однозначно уже предел скоро будет преодолен. Так что один город нужно улучшать точно. Пока на этом все. На этом пока что все. Сдаем ход. Племена Дзяньяня. Хотят перемирия. Так. Шисе убегает. Отлично. Шисе воюет где-то в другой стороне. А вот Сод Дзюэ похоже плывет именно к нам. И сейчас этот стэк было бы правильнее отправлять на восток. Вполне возможно. Ритуал слона. Не, работаем над ритуалом слона. Дальше. По-прежнему все хорошо. Присоединяется к войне. Мир. Понимание. Мир через завоевание. Мир через... Лучше армию. Когда вы работаете с вот этими. Армию лучше убрать. Не делать активно. Потому что здесь кружочечки. Порой бывает я на правой клавише, чтобы закрыть панель. Щелкаю и армия начинает передвигаться. Бывает такое. Уже не раз в моих прохождении. В Троецарстве именно конкретно. Больше ни в какой игре такое не случается. Именно в Троецарстве. Ну, здесь сделали как, опять же, в Первом Риме. Да и в Меде. Но там квадратики падали. Там ты не промахнешься. А здесь кругляшки эти. Они порой... Особенно большим экране клацаешь и мимо. Так, здесь никого нет. Передаем полномочия. Забираем быстренько город. Возрадуйтесь. Мы одержали честную победу. А, и здесь ритуал, кстати, еще один. Можно было. Урон в ближнем бою. Вот в обороне. Очень хорошая штука. Полезная. Быстро можно эффективно. Дальше земли утюга. Причем он захватил много. И это города пока что голые. Может быть... Действуй быстро. Действительно, пойдем действовать быстро. Может дадим ему еще прокачать эти города. Ну, сейчас посмотрим. Как здесь. Потому что... Нам с тобой бы договориться, может, о мире? О, нет. Блин, 32. Но на 32 я ничего не сделаю. Ты-то слабее. Ну, что я тебе могу предложить? Да ничего не могу тебе предложить. Предметов кучу. До этого не хватит. Мне мириться пока мало. Ну, ладно. Давайте попробуем ввести... Войска сюда. Любить никому не укротить. Задание выполнено. Качество получено. Раз. Здесь гарнизон большой. Ну, в принципе... Целеустремленно. Они возьмут. Город без проблем. Даже прятаться не будем сейчас. Прятаться сейчас не будем. Здесь еще утюг. Я... Почему с чем задумался мириться? Сейчас ведь если мы подведем сюда войска, нам нужно будет оставлять их как минимум. Либо даже везти сюда воевать. А если у него тут никого нет толком? Мол, вот сюда уйдет. А восток останется беззащитным. А у нас это, кстати говоря, торговля. Морской регион. Очень важный. Такой пункт. Это крайне важно. Так, это улучшаем. Ну, давайте фулин. В целом еще есть. Фулин. Либо по еде позаботиться пока. Ну, ладно, давайте улучшаем. На следующий ход начнем еду строить еще. Сдаем ход. Потому что сейчас Дзаньян еще захватывает. О! Цау-цау, а ты какого фига объявляешься? Войну. Союзник не хочет, смотрите. Против Цау-цау не подключится. Но Хайнс и... Вон одна фракция только в нашу сторону двигается. Пока что это хорошо. Это очень хорошо. Я этому рад. Мы можем пока что заниматься своими делами. Подходит ли тебе это? Племена Дзаньяна. Что хотят? Смотрите. А ну-ка обсудить. Они предлагают мир. Дают нам деньги. И хотят стать нашим вассалом. В принципе... Ну я не успею перебросить армию и спасти тут. Можно и сделать из них вассалов. Ну и их утюг уничтожить сейчас быстро тогда. Если мы их подключим к войне. Не, их надо уничтожать. Их надо уничтожать. Подходит ли тебе это? Нет. Не подходит. Неблагодарная свинья. Ну да, ну да. Швайн. Обзывайся еще давай. Так. Любэй. Коалиция. Гунь Цунь Цзянь там собирает. Дунжо. Развитие агрессивной переговоры. Задание получено. Еще один ритуал. Возвышающийся над тихими водами. Озеро. Гора. Лунхушань. Она же Гора Дракона и Тигра. Издавна считалась местом большой духовной силы. На склонах ее подвешены бесчисленные гробы умерших. Здесь проводятся ритуалы, способные ночь превратить в день. Воду в камень. А ваших врагов в пыль. Так, а где? Ага, я считал, что этот город далеко. Ритуал Дракона. Доход от всех источников и продовольствие уменьшает. Кстати, на поздних этапах, когда очень много еды и некому ее продать, такое бывало в прохождениях, этот ритуал обалденно бы прокачал экономику. Просто мега круто прокачал бы экономику. Прям как не в себе бы ее качал. Что у нас здесь? Придворный? Но она недовольна. Сяньши, ты кто? А ты жена. Блин. Хотя подожди, ты жена Мончана, он наш. Но он более-менее счастлив на этой должности. А вот с тобой я не знаю, как разобраться. Я тебя не могу никуда назначить сейчас. Мы до владыки юга еще будем качаться. Вполне возможно, ее... Мы потеряем, как персонажа. Слишком активно они тут... Пассивно качаются. Активно-пассивно. Ну, давай, ладно. 17. Понижаешь мне общую температуру. Потенциальный доход мог бы быть выше. На этом фоне. Так, земледелие. Так, а здесь, как назло, как раз ремонтные мастерские тоже возвятены. Гарнизон пока не буду. Трогать. Доход от промышленности. Хотя, смотрите, доход от промышленности. В принципе... А как я могу его поднять? А ну-ка, подожди. Эти дают лишь прибавку. По факту, дохода от промышленности нет. Тоже прибавка. Пополнение. Коммерция. Тут тоже коммерция должна быть. Набор войск. Военная инфраструктура. А... Тоже процент, смотрите, доход от промышленности. Зал управления. Доход от крестьянства. Коррупция. Ну, промышленность, вот, медь только, получается. В городе, в самом, мы ничего не можем сделать. Медь в перспективе, но может стать нашей. Если этот начнет выделываться... Торговых... М-м-м-м-м-м-м-м-м. Торговых... Ну, можем торговую постройку возвести. Общественный порядок. Но продовольствие. Пять процентов доход от коммерции. Увеличить торговое влияние стоимости сельскохозяйственных построек. Ну, даже не знаю, не знаю. Такое себе. Дзянь-ян пока улучшать, наверное, тоже не буду. Рискованные уложения. Рискованные. Лучше вот здесь. Медленно, но уверенно. Ну что, посмотрим с вами, как сейчас у нас сложится. А первую победу обещают. То есть, если мы... Отдадим автобой, то будет... А, подожди, а это столица, что ли? Региона. Растуйте огонь ярости и в бой! Нет. Но интересно, мелкие города тоже теперь выглядят вот так. Либо... А, это лесопилка, наверное. Это лесопилка, да. Это классический. Нечто показало, что... Как крупные города. Ладно, морем, голодом. Да, это ж лесопилка. Лесопилки так и выглядели. Все, все нормально. Это я уже напутал. Слоник. Пока мы не возведем эту постройку, я вынужден... Ну, изучать здесь все подряд. Здесь. Здесь. Ну, я думаю, вот тут мы быстренько доберемся сейчас. Я несу все тяготы этого мира. Никого нет. Я слышу шепот птиц и змей. А ну-ка, засаду тогда. Слышите, как кричат звери? Нас тут нет. Нас здесь не видно, нас здесь не слышно. Нас тут нет. Просто-напросто нас нет. Нас нет. А что строить тогда? Действительно, рынки можно построить. Можно и обработку земли. Учитывая, что порядок обалденный, можно возвести и залы правления. Но доход лишь на последнем уровне будет подниматься. Здесь доход от всех источников. Он так, конечно, небольш... Точнее, в принципе, приличный. Полторы тысячи. Минус коррупцию еще нужно подрезать. Хотя здесь у нас и так в провинции уже подрезается коррупция. Мы растем быстро. Скорость исследования, престиж, доход от всех источников. Хотя промышленность есть в этом регионе. У меня один город-то приносит. Медь еще потом в перспективе. От этих двух построек смысл есть. Смисель есть. Религиозные места. Коррупцию подрезать. Ну или давайте за управлением. Снижение строительства экономических построек, доход от всех источников, скорость исследования, престиж. За один ход быстренько возведем. Быстренько очень все это возведем. Ну, с тобой-то ясно. Что там у нас по договорам? Я заходил на этом ходу? Племена Дзяньяна очень хотят. Мириться. А готовы подписать? Осторожнее, выбирай слова. Ну это, стать вассалом? Да, готовы. Даже без гарантии автономии уже. Готовы стать вассалом. Ну, в принципе, на вот таких условиях их можно подписать. То есть, сделать вассалами. И потом... Ну, я не вижу, что здесь. Нам нужно кого-нибудь отправить. Можно будет Сяньши. Хотя у нее, вот она классно делает сейчас. Развитие сельскохозяйства. Так, а ну-ка, давайте отправим. Проверить территорию утюга. Идзи надо законы куда-нибудь проверить. Си-си-си, маньячан. Но твою жену отправим. Ты ж не против? Я надеюсь. Твою жену сюда. Население у нас везде счастливо. У нас население везде счастливо. Самый низкий порядок здесь. В Дзаньяне. Ну, в Дзаньян можно и отправить тогда. Ну, в Дзаньян можно и отправить. Все поселения, которые у нас тут, в принципе, полноценные и со столицами, там поручения есть. И порядок замечательный. Ладно, тогда без поручения. Тогда останешься без поручения. Ну что, друзья мои, давайте тогда на этой ноте оставим серию. Пишите, что насчет вот этих племен. У нас есть вариант их сейчас сделать вассалами. Это, ну, неплохой доход. Потенциальный торговый партнер. Особенно если сейчас потеряем порт временно. Но утюг может нанести удар. Контор. И пока мы будем обходить, вот так вот захватывать его те земли. Он может здесь обесчинствовать. И захватить этот. Кстати, здесь я регион-то не укрепил. Может быть, надо было тогда строить укрепления. Если делать их вассалами. Ну, устроим вновь интерактивчик. Пишите в комментариях. А мы решение узнаем в следующей серии. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока.